Этот выпуск самое полезное из всего, что мы когда-либо делали. Я серьезно. Настал момент, когда наши экологические наработки, лайфхаки будут спасать не только планету, но и нас с вами. Не буду растекаться по мысли, насколько кризисные времена нас ждут, в чем причины, не буду делать прогнозы. Свою задачу я вижу в другом. Я подготовил 25 советов о том, как экономить деньги и не терять при этом в качестве жизни. Да еще и помогать экологии. Все это я перепробовал на себе лично. Это сортировочная. Начнем. Первый совет вне очереди. Подпишись на нас во всех соцсетях и на всех платформах, чтобы оставаться на связи. Угадать, что закроется, что нет, нереально. Все наши ссылки будут в описании. Давай не теряться. Цитирую одного известного политолога. Годы демонстративного потребления прошли. Нужно беречь все, что у нас есть. От отношений с людьми до вещей. Сколько раз мы произносили и слышали фразу «разумное потребление». Сейчас она приобретает особенный, глубокий, важный смысл. Сейчас нам всем предстоит пережить серьезную перестройку приоритетов и изменение источников радости с потребления на ценности поважнее. И этот переход нужно как-то хотя бы облегчить. Устраивайся поудобнее. Сейчас будет куча полезных практических советов. Ходи в магазин ногами. Не пользуйся сервисами быстрой доставки продуктов, типа самоката, лавки, сбермаркета и всех остальных. Это точно снизит твои расходы на продукты. Потому что, во-первых, там все дороже и ты платишь за доставку. А во-вторых, там просто превосходно работают инструменты мерчендайзинга. Тратится куча денег, чтобы отследить, куда ты кликаешь, на какие товары ты больше смотришь. В общем, все это сделано так, чтобы ты максимально много купил и накупил себе лишнего. В оффлайн-магазинах мерчендайзинг тоже работает, но в приложениях это невероятный уровень манипуляций. Так что не ведись на эти маркетинговые уловочки. Очень простой, но очень действенный совет. Ходи в магазин со списком и сытый. Психологи утверждают, что голодный человек в магазине теряет самоконтроль. Подтверждаю. Если я прихожу голодный в магазин, то мне хочется купить там все, абсолютно все. И очень легко набрать больше, чем нужно. В итоге часть продуктов могут быть куплены сразу на выброс. Еще вариант пользоваться только наличкой. И брать с собой в магазин столько, сколько хочешь потратить. Но тогда карту нужно оставлять дома. Покупай продукты большими объемами. Это и экономично, и экологично. Потому что упаковки от 5 килограммов порошка останется меньше, чем от 5 упаковок по килограмм. А он тебе все равно пригодится. Некоторые протестующие против буржуазной идеологии даже объединяются в коммуны. Сейчас это чаще называют коливинг. Но факт остается фактом. Совместная жизнь дешевле. Если ты найдешь людей, близких по духу, то и совместные закупки могут стать и приятным времяпрепровождением. А сейчас общение с людьми, с кем ты на волне, никому не помешает. Вообще не очевидный совет. Используй свой браузер в режиме инкогнито или частный доступ. Тогда тебя не будет одолевать реклама, которая настроена чисто на тебя. Если таргет настроен на тебя, то тебе точно захочется купить эти кроссовки, про которые ты недавно читал и знаешь, насколько они прекрасны. А по факту они тебе могут быть совсем не нужны. Так что не ведись на этот маркетинг. Тоже разумное потребление. Отказывайся от пакетов в супермаркетах. Если ты покупаешь 5 пакетов в неделю и стоят они по 5 рублей, то это 1300 рублей в год. По-моему, их можно потратить разумнее. А в сервисах быстрой доставки тебя даже никто не спрашивает, нужен тебе он или нет. Они сразу включены в стоимость товара или доставки. Я обычно пользуюсь рюкзаком, мне так удобно. Если хочу немного добавить стиля в жизнь, то иду с авоськой. Есть куча разных классных шоперов. Их иногда раздают даже бесплатно, а самые дешевые стоят от 20 рублей. И сейчас есть в каждом магазине. Кстати, если еще не знаешь, то бумажные одноразовые пакеты не лучше пластиковых. Потому что для производства одного бумажного пакета уходит в 17 раз больше воды и в 2 раза больше выбросов СО2 в воздух. И если бумажный пакет у тебя испачкается едой, то его уже будет невозможно переработать. Плюс пластиковый пакет, если у тебя он уже есть, его можно использовать еще и еще и еще. От чего еще одноразового можно отказаться? От любых продуктов в одноразовой упаковке. Например, от этих подложек, замотанных в пленку. Когда ты берешь готовые упаковки с едой, уже отмеренные, взвешенные, неважно что это, овощи, фрукты, чай, кофе, то ты не можешь взять себе ровно столько, сколько нужно лично тебе. Поэтому с покупкой еды на развес ты можешь экономить до 30% денег, которые ты обычно тратишь на продукты. Плюс стоимость упаковки всегда включена в общую стоимость продукта. Российский союз пекарей, например, такой существует, сейчас поддерживает инициативу отказаться от упаковки для хлеба. Потому что почти вся упаковка иностранная и сейчас она дорожает в геометрической прогрессии. И это касается не только упаковки для хлеба, а для все остальное. И для вот этих лотков, например, тоже. Так что ищи рынки, магазины неподалеку от себя, где продают на развесы, покупай себе в свои мешочки, контейнеры, да хоть в банки. И экономь. Если думаешь, что это слишком большая заморачь, обязательно посмотри мой выпуск, когда я целый месяц жил на 100% жестком зеровесте и не производил мусора совсем. Двигаемся дальше. Ешь в кафе быстрого питания по вечерам со скидкой. Есть куча заведений быстрого питания, типа братья Караваевы, хлебносущный, грабли, панзапекан, где в вечерние часы, там часов в 8-9, начинаются скидки до 20%. То есть каждый пятый ужин может быть бесплатным. Все, что они не распродадут за день, это просто отправиться на помойку. Это не надо никому. Туда можно приходить, естественно, и со своим контейнером вечером и покупать себе еду, например, домой. В некоторых таких кафе под закрытие даже бесплатно раздают еду нуждающимся или многодетным семьям. Информацию об этом в открытых источниках я не нашел, но я неоднократно сам лично видел, как это происходит. Так что присмотрись к таким кафе. Займись фудшерингом. Ну, то есть делись едой. Пищевые отходы на полигонах, когда разлагаются, выделяют метан. Это парниковый газ, который гораздо сильнее, чем углекислый. Плюс потраченные ресурсы на еду, на ее выращивание, на ее приготовление уже не вернуть. Поэтому выкидывать ее – это глупая роскошь, которую мы себе позволить не можем. Если точно знаешь, что в холодильнике что-то стоит, что ты не успеешь съесть, позови друзей на ужин. Общение с друзьями сейчас никому не повредит, и друзья потом с тобой чем-нибудь тоже поделятся. Вот так дружно, весело и экономно. Еще очень важно делиться едой с теми, кто ее реально вообще сейчас не может купить. Самые уязвимые слои населения в такие моменты, как сейчас, в кризисе становятся еще более уязвимы и страдают в первую очередь. А помощь другим – это лучшая терапия в стрессовой ситуации. В России уже неплохо развита система фудшеринга, пользуйся ей. Есть несколько благотворительных проектов, типа Олео, фонд «Продовольствие Русь» и фудшеринг-группы ВКонтакте. Используй морозилку. Чтобы не выбрасывать еду, почти все можно заморозить, разморозить и съесть. И причем это происходит без потери качества продукта и его питательности. Единственное, зачем нужно внимательно следить, это заморозить продукт до того, как он начнет портиться. Например, если сваренные макароны заморозить, потом вытащить и просто отдать кипятком, они будут как только что сваренные. А хлеб можно нарезать кусочками, тоже заморозить, потом вытащить и сразу обжаривать с двух сторон на сковородке. И тосты будут свежайшие. И еще несколько правил, чтобы тебе было удобно пользоваться этим лайфхаком. Замораживай все порционно. Если у тебя остался, например, килограмм плова, то раздели его на 3-4 порции, заморозь, чтобы ты мог одну порцию достать, сразу съесть, и остальное у тебя продолжало лежать. Тебе не пришлось бы все целиком размораживать, замораживать, это все-таки консистенция, продукты от того может меняться. Какие-то остатки от зелени, возможно, какие-то очистки от овощей и фруктов можно замораживать, чтобы потом использовать при, например, варенье супа или компота или делами домашнего лимонада. Очень важный и полезный момент. Прикрепи на холодильник список продуктов, которые у тебя лежат в морозилке. Обычно никто не помнит, что там лежит, оно лежит годами и все об этом забывают. Не давай морозилке пустовать, так она тратит больше электричества. Классный вариант – это заполнять пустое место бокалами. Так ты всегда готов к спонтанной вечеринке, и тебе не нужно тратить время на то, чтобы заморозить лед или охлаждать напитки. Хранение в холодильнике. Храни все при 4 градусах Цельсия, а овощи и фрукты обязательно цельными и без пластиковой упаковки. Почему так? Это результат целого исследования. Оно длилось полтора года. Ученые исследовали 5 самых часто выбрасываемых продуктов. Яблоки, бананы, огурцы, картофель, брокколи. Они хранили их в упаковке, без упаковки, с разными температурными режимами, и выяснили, что правильное хранение может увеличить срок жизни продукта от 2 недель до пары месяцев. Так что еще раз повторю, настраивай холодильник на 4 градуса Цельсия. Такие настройки есть даже в самых старых моделях, так что сделай это. И овощи и фрукты обязательно храни цельными и без упаковки. Например, многие яблоки вообще не складывают в холодильник. И очень зря, потому что в холодильнике они хранятся на 10 недель дольше. Совет для людей с посудомойкой. Разрезай таблетки для посудомойки пополам. Они стоят дорого, от 600 до 3000 рублей, а эффект мытья с половинкой абсолютно такой же. Если у тебя еще нет посудомоечной машины, и у тебя есть возможность ее купить, обязательно поставь, потому что она экономит воду, и, соответственно, деньги за воду ты тоже сэкономишь. И еще раз напомню про наши соцсети. Подписывайся на нас везде, где только можешь. Обязательно ставь лайк этому видео и делись им. Это было Сортировочное. Берегите себя. До встречи.